Владимир Владимирович, как могли бы прокомментировать результаты эксперимента в хозяйстве Троня? Это Калининский район, Краснодарский край, где в этом году на опытном поле было высажено в общей сложности 33 сорта различных компаний, и Ваша, в том числе, представляла синьца из них. Вот какие у Вас впечатления с учетом, разумеется, совершенно жутких условий, как говорят сами краснодарцы, что такого не было по погоде? Да, сложные были климатические условия. Мы свой материал для испытания отправили в январе, чтобы равномерно прорастили, и как со всем остальным материалом, чтобы была сравнительно хорошая характеристика. Для нас тоже было важно, мы из всей коллекции сортов, которые сами выращиваем, отправили 7 наиболее подходящих для южных регионов. В этой группе сортов суперранних не было, но нужно как раз хозяйством региона сорта урожайные, жаростойкие. И вот после ранних сортов средне-ранняя такая группа. Из тех сортов, которые мы отправили, у нас вот сорт Саньява, Крона, Лисана, показали наиболее лучшие характеристики. Это и раннее созревание, это жаростойкость, Соответственно, и форма клубней. И мы как раз испытываем сорта здесь на юге, для того, чтобы они проявили свои показатели по отношению к жарким погодным условиям. Основная потребность семеном материала как раз это Южно-Федеральный округ. Еще два сорта мы испытывали, это Сивим и Рейнбоу. Это сорта, которые имеют наиболее хорошие характеристики для мойки, фасовки и длительного хранения. Они тоже себя проявили хорошо. Но вот как раз по сроку созревания, если говорить на начало июня, как раз средне-ранняя группа, конечно, проявила себя хорошо. Хорошо это в количестве клубней, в форме клубней. И, соответственно, уже потребительские качества можно было бы увидеть. Красноклубневый сорт Red Fantasy, которым мы занимаемся, он имеет повышенную устойчивость к вирусным болезням. Поэтому здесь и в Южном регионе эти сорта, они нужны для того, чтобы и длинную вегетацию выдержать. Хотя из всей группы сортов, такие как крона, к примеру, тоже имеют устойчивость к вирусным болезням наиболее высокую. Саньява и Рейнбол в прошлом году вошли в государственный реестр Российской Федерации. И они сейчас вот... Мы начинаем их размножать в максимальном количестве. То есть востребованность таких сортов есть. Это технологичность, это товарность, это пригодность к разным видам упаковки, хранения. И в то же время мы наблюдаем сейчас, что эти сорта будут хорошо себя показывать на юге. Да, а скажите, вот сорта средних сроков, средне-ранние, их можно было бы, наверное, рекомендовать для второй посадки. Да, поскольку на юге два урожая же картофеля собирают в Калининский район, как картофельная столица Кубани тоже этим отличается. Да, как раз и для второго срока посадки у нас вот есть холодильник. Ну и длинный период вегетации. Ну, обычно они где-то, может быть, на 10 дней больше, чем, к примеру, общепризнанный сорт ривьера. Да, ранее. Но они зачастую вот именно за счет выровненности клубней и урожайности выигрывают. То есть максимально, соответственно, урожай дают от 50-60 тонн с гектара и дают возможность убирать картофель уже с прочной кожурой. Вот это вот наша современная селекция, которая пришла вот в последние годы. То есть именно ставят такие требования, чтобы кожура была крепкая, товарность высокая, выровненность хорошая, там, глазки неглубокие. Ну и, соответственно, жаростойкость. Это уже не отнять, потому что практически на большей части территории Российской Федерации все-таки летняя жара, она не позволяет, соответственно, растениям развиваться, если это не жаростойкие сорта. Происходит израстание, соответственно, так называемое деткообразование и так далее. Вот. И вот эта новая селекция, особенно вот сортивин, к примеру. Это он выведен в Баварии, то есть для именно регионов таких вот Ближнего Востока, Турции, там, и в то же время и для Юга России. Вот. Мы его в прошлом году выращивали в Ставропольском крае. Очень хорошо себя показал. Причем он достаточно раннеспелый для того, чтобы вот именно сажать его и в ранний срок посадки, и в поздний срок посадки. Устойчивые к болезням сорта. Можно ли говорить о том, что расходы на фунгицидные обработки сократятся у фермеров? Ну, с учетом интенсивной технологии, конечно, сокращать фунгицидные обработки не следует. Так как везде сейчас картофель выращивается при орошении, и при орошении есть болезни фитофторозной группы, вот, при жарких условиях это альтернариоз, поэтому профилактически все-таки стоит работать. Вот. Хотя каждый селекционер работает над так называемой улучшенной защитой, улучшенной устойчивостью к внешним проявлениям болезни. Вот. Но болезни постоянно имеют изменчивость, они появляются, то есть и фитофторы, и другие болезни, то есть защиту здесь нужно проводить обязательно. Ясно. Спасибо.